Дорогие коллеги, прежде всего я хочу поблагодарить организаторов симпозиума за приглашение. Для меня это большая честь участвовать в симпозиуме, посвященном памяти одного из столпов отечественной нейронауки. Наталья Петровна была пионером нейровизоляционных исследований в России. Мой доклад будет посвящен современным, в основном, методологическим проблемам этой области наук. Тема доклада звучит сугубо технически, можно было бы сразу начать с обсуждения особенностей многомерного анализа паттернов. Я буду для краткости называть его МАП. Однако особенности методических приемов зависят от логики того направления мысли, в рамках которого они возникли. Поэтому представляется необходимым сначала обсудить идеологию МАП и ее отличие от идеологии традиционного подхода к изучению человеческого мозга, который условно можно назвать функциональным. Начиная, пожалуй, с Гарвея, физиологи явно или неявно исходили из представления, что каждый орган человеческого тела выполняет определенную функцию, необходимую для поддержания жизнедеятельности. Мозг – это управляющий орган, и его функция состоит в координации работы всех систем организма, анализе информации в окружающей среде и организации поведения. С появлением компьютеров стало модным отождествлять мозг со сверхсложным компьютером и приписывать ему вычислительные функции. В рамках этого подхода сам мозг также устроен по функциональному принципу и состоит из функциональных центров, каждый из которых выполняет свою функцию, отличную от функции других центров. Этот доведенный до логической завершенности принцип, который правильнее назвать узкофункциональным, предписывает искать в мозге функциональные центры, образованные скоплениями близко расположенных друг к другу нервных клеток, выполняющих специализированные функции. Эти принципы легли в основу наиболее популярного, до сих пор наиболее распространенного метода анализа нейровизоляционных данных, который называют массовым одномерным анализом. На этой диаграмме, взятой из мета-анализа Янга, показано, что около 70% всех ФМРТ-исследований опубликованных использовали этот метод анализа. Основная идея его состоит в том, что представляющие интерес эффекты должны группироваться в объеме мозга в плотно упакованные кластеры, каждый из которых активируется в определенных условиях относительно независимо от остальных кластеров. Соответственно, эффект сначала выявляется в каждом вокселе объема мозга, независимо от остальных вокселей. Затем отбираются те эффекты, которые превышают некоторый заданный порог достоверности и группируются в кластеры определенного размера. Результаты такого анализа обычно интерпретируются в терминах функциональной роли в исследованных процессах тех центров мозга, активация которых превысила установленный порог достоверности. Давайте порассуждаем о том, какие принципы легли в основу функционального подхода. В его основе лежит представление о человеческом организме как о рационально устроенной машине, где каждый элемент имеет свое предназначение. Предполагается, что поскольку движущей силой эволюции был естественный отбор, то он отбраковывал все несоответствия устройства организма, создавая таким образом рационально устроенную конструкцию. Такие представления были оправданы во времена Дарвина, но с накоплением палеонтологических и геномных данных стало очевидно, что эволюция мозга отнюдь не была линейным процессом. В настоящее время нет однозначного ответа на вопрос, почему вообще такой энергетический и анатомически затратный орган, как большой человеческий мозг, мог отбираться в ряду поколений, поскольку по палеонтологическим данным связанные с ним очевидные поведенческие преимущества для выживания появились позже, чем в эволюции появился сам мозг, анатомически неотличимый от мозга современного человека. Очевидно поэтому, что отличающие человека от родственных обезьян когнитивные способности, такие как способность к абстрактному мышлению или интроспекции, не могли появиться в результате прямого естественного отбора случайных мутаций и развивались в процессе социализации на базе уже имеющихся в мозге модулей, изначально участвовавших в выполнении других функций. Это предполагает полифункциональность в организации модулей мозга, что подтверждает и имеющиеся в настоящее время данные нейроизоляционных исследований. Так, метаанализ экспериментов с записью ФМРТ в процессе выполнения большого количества когнитивных задач показывает, что подавляющее большинство областей мозга активируется в подавляющем большинстве случаев. На шкале от 0 до 1 средняя вовлеченность для 78 больших областей мозга составляет 0,7. Авторы заключают, что локальные нейронные цепи не очень избирательны и обычно участвуют во множестве задач из разных когнитивных доменов. Можно заключить поэтому, что исходные посылки узкого функционального подхода сомнительны, а накопленные эмпирические данные ему не соответствуют. Поговорим теперь о другом подходе к изучению человеческого мозга, который до недавнего времени не выделялся в отдельное направление. Однако по мере того, как стало очевидно, что узкофункциональный подход себя не оправдывает, некоторые стали противопоставлять его этому подходу и связывать с ним надежды на прорыв в понимании работы человеческого мозга. Можно обобщенно сказать, что в рамках этого подхода мозг рассматривается как устройство для кодирования информации. Поскольку мы обладаем сознанием и способностью к интроспекции, то у нас есть доступ к тому, что можно назвать мыслительными или ментальными операциями. Из собственного опыта интроспективных наблюдений и зачетов других людей мы знаем, что человек воспринимает мир не как мешанина цветовых пятен и звуков, а извлекает из нее имеющую для него смысл информацию. В эксперименте это можно понять не только по отчетам испытуемых, но и путем регистрации их реакции на определенные способовые категории стимулов и инструкции экспериментаторов. В науке эти процессы традиционно изучают разные разделы психологии. Однако по общепринятому представлению мозг является именно тем субстратом, который эти операции производит. Поэтому, казалось бы, можно их изучать неопосредованно по поведенческим показателям и отчетам испытуемых, а непосредственно, причем регистрации активности мозга. Для этого, однако, нужно понять, каким образом эти ментальные состояния и процессы закодированы в активности мозга. Таким образом, основное допущение, заложенное в это направление, о котором я говорю, состоит в том, что содержание ментальных состояний и процессов, доступное нам интроспективно, должно быть закодировано в активности мозга. Отметим, что это допущение вытекает однозначно из материалистической доктрины, согласно которой в мире нет ничего, кроме материи, и все так называемые ментальные процессы могут быть сведены к физическим процессам мозга. Для того, чтобы доказать этот постулат, на первом этапе должны быть выявлены паттерны активности мозга, сопровождающие соответствующие ментальные операции. Дальнейший анализ и классификация паттернов могли бы привести к расшифровке кода. Основная идея многомерного анализа паттернов состоит в том, что содержание ментальных процессов закодировано в пространственном паттерне активности мозга. Технически разделение паттернов осуществляется обычными методами машинного обучения. Типичный эксперимент выглядит примерно так. Собираются ФМРТ-данные в процессе повторных предъявлений двух или более категорий стимулов, и в дальнейшем части этих данных используются для обучения машины, а на оставшейся части тестируется, может ли машина по активности мозга предсказать принадлежность стимула к той или иной категории выше уровня случайных совпадений. Разделение данных на обучающие и тестирующие части может происходить по-разному. Это могут быть разные части повторяющегося эксперимента, либо разные выборки испытуемых. В качестве машин чаще всего используют линейные классификаторы, такие как машины опорных векторов, линейный дискриминантный анализ или наив-байес-классифайер. Иногда используют нейронные сети разной степени сложности, которые можно отнести к нелинейным классификаторам. В результате работы классификатора мы имеем два рода данных. Первый – это достигнутый уровень точности предсказаний. И второй – это анатомическая информация, показывающая вклад каждого вокселя в функцию принятия решений. Классификацию на основе всего объема мозга проводят редко, потому что она компетенционно очень затратна. Чаще используют либо априорно выделенные области интереса, либо так называемый прожекторный метод, при котором классификация проводится многократно на небольшом объеме мозга, локализация которого последовательно сдвигается так, чтобы охватить весь мозг. В этом случае в качестве анатомической информации мы имеем распределение точности предсказаний по разным областям мозга. Тестирование статистической значимости проводят обычно с помощью непараметрических методов, основанных на рандомизации исходных данных. В настоящее время накоплено уже немалое количество данных, выполненных этими методами, и они показывают, что они гораздо более чувствительны, чем традиционные одномерные методы, и при классификации даже простых, относительно простых когнитивных процессов, а значимые воксели широко распространены по разным областям мозга. Часто, но опять не всегда, самые горячие зоны перекрываются с известными функциональными кластерами. А другой подход в рамках МАП называют анализом репрезентативного сходства. Его идея в том, что можно косвенно сравнить степень схожести разных когнитивных состояний друг с другом с точки зрения испытуемого или экспериментатора, со степенью схожести соответствующих этим состояниям паттернов активности мозга. Задачей в этом случае является нахождение области мозга, в которой схожесть паттернов активности будет достоверно коррелировать со схожестью соответствующих состояний. Поиск ведется либо в априорно выбранных областях интереса, либо прожекторным методом. Схожесть состояний определяется либо путем опроса испытуемых, либо по поведенческим показателям, либо постулируется априорно экспериментатором, исходя из имеющихся данных или гипотез. Метод позволяет сравнивать разные модели и находить те области мозга, которые в наибольшей степени коррелируют с той или другой моделью. А дальше я хотел бы проиллюстрировать сходство и различие между традиционным одномерными методами и МАП на наших собственных ФМРТ-данных. И вначале я хочу сказать, что методы МАП изначально разрабатывались и использовали для изучения относительно простых когнитивных процессов, таких как кодирование зрительной информации, например, в зрительном анализаторе. Однако впоследствии их все чаще стали использовать для изучения сложных процессов, включая процессы социального познания. И наши эксперименты относятся вот к этой последней сфере. В первом эксперименте мы использовали парадигму оценивания себя и других людей. Испытуемым предлагали выбрать среди своих знакомых три персоны. Самого близкого друга, нейтрального знакомого и неприятного человека. Будем условно называть его враг. В дальнейшем уже в сканере на экране предъявлялись прилагательные и подобранные так, чтобы описывать желательные, нежелательные и нейтральные свойства личности или внешности. Испытуемый должен был решить, присущие ли каждый из этих свойств оцениваемой персоне. Процедура состояла из четырех блоков. Я, друг, нейтральный и враг, которые чередовались в случайном порядке. Сначала я расскажу о результатах традиционного одномерного метода анализа, а потом о результатах анализа с помощью МАП. Главный эффект фактора вид оцениваемого объекта выявился в заднем центре дефолтной сети и состоял в том, что деактивация этого кластера была наименьшей при оценивании себя и наибольшей при оценивании врага. Здесь показаны результаты анализа функциональной связности. Главный результат состоял в том, что мы проверяли исходную гипотезу соотношение конъюнктивности дефолтной сети и сети исполнительного контроля. И главный результат состоял в том, что в некоторых областях мозга при оценивании себя и друга доминировала дефолтная сеть, а при оценивании нейтрального и врага доминировала сеть исполнительного контроля. При анализе этих данных методами МАП мы использовали машину опорных векторов и тестирование, кросс-валидацию по схеме Live One Subject Out, когда обучение производится на всех испытуемых кроме одного, а тестирование на оставшемся, и это повторяется для всех испытуемых. Здесь показано распределение предсказаний в процессе повторных тестирований при классификации категории Я versus другие испытуемые. По горизонтальной шкале отложены значения функций принятия решений в машине опорных векторов. Тут можно обратить внимание на то, что хотя было некоторое количество ошибочных классификаций Я как другие, не было ни одного случая, когда другие бы классифицировались как Я. И в среднем точность предсказаний в бинарных классификациях была 80%. Здесь показано распределение весов областей мозга в функции принятия решений при классификации Я versus другие. Теплые тона показывают области наиболее информативные для выбора варианта Я, а холодные для выбора варианта Другие. Видно, что наиболее горячая зона для выбора варианта Я расположена в медиальной префронтальной коре, а для выбора варианта Другие в теминых и затылочных серединных областях. Это согласуется с предположением, высказанным на основе метаанализа ФМРТ-данных, согласно которому медиальная, вентромедиальная префронтальная кора ответственна за обработку информации, относящейся к себе, а задние и срединные структуры преимущественно обрабатывают информацию, относящуюся к другим людям. Далее мы использовали анализ репрезентативного сходства для того, чтобы выяснить, как сходство и различие восприятие разных социальных объектов коррелируют со сходствами и различиями в паттернах активности, в априорно выбранных областях интереса. Здесь слева показана усредненная поведенческая матрица непохожести, рассчитанная по рейтингам самих испытуемых в процессе эксперимента. Если обратить внимание на левый вертикальный столбец, то можно заметить, что оценки себя в наибольшей степени похожи на оценки друга и в наименьшей степени похожи на оценки врага. И наибольшая степень непохожести наблюдается для оценок друга и врага. Справа показаны корреляции нейрональных матриц непохожести с поведенческой матрицей. Задняя поясная кора, первый столбик и левая височно-теменная связка коррелирули положительно с поведенческой матрицей, а вентромедиальная префронтальная кора, это последний столбик, коррелировала отрицательно. Анализ областей интереса был дополнен анализом всего мозга. Здесь теплыми тонами показаны области, которые коррелировали положительно с поведенческой матрицей, а холодными тонами те, которые коррелировали отрицательно. Видно, что положительные корреляции в основном группируются по срединным областям коры, которые по теории Норсофа являются седалищем Е мозга, а также в латеральных корковых областях, связанных с регуляцией внимания и исполнительного контроля. Отрицательные корреляции в основном выявлены в эмоциональных и мотивационных центрах, таких как орбитофронтальная кора, миндалина, инсула и хвостатые ядра. Это позволяет предположить, что в этих центрах сходства и различия между социальными объектами закодированы в терминах уровня эмоционального возбуждения, связанного с их восприятием. Действительно, хотя друг и враг максимально не похожи друг на друга в терминах социальных атрибутов и эмоциональной валентности, они похожи в том, что и тот, и другой вызывают сильное эмоциональное возбуждение. Следующий эксперимент, о котором я хочу рассказать, был оформлен в виде компьютерной игры, в которой испытуемый должен был в ограниченное время построить на экране монитора заданную фигуру, либо индивидуально, либо в кооперации или соревновании с другим испытуемым. Каждый испытуемый провел несколько игровых сессий, каждый из которых включал все три вида игры. Эти повторные сессии были использованы для валидации результатов классификации. Здесь показаны поведенческие результаты. По вертикальной оси отложена степень завершенности фигуры к концу игры. Она была максимальной при индивидуальной игре и минимальной при конкуренции. Здесь показаны результаты одномерного анализа. Главный эффект фактора вид игры выявился, опять же, в заднем центре дефолт-системы и состоял в том, что ее деактивация была минимальной в режиме соло и максимальной при конкуренции. Поскольку деактивация дефолтной сети пропорциональна сложности задания, этот результат фактически повторяет поведенческие данные, представленные на предыдущем слайде. По парной классификации трех видов игры, выполненные с использованием прожекторного метода и машины опорных векторов, выявили вентромедиальные области коры, включая орбитофронтальную кору, в которых точность предсказаний была достоверно выше уровня случайных совпадений. Дополнительный анализ показал, что в этих областях активация была выше в условиях кооперации, чем в условиях конкуренции. Ранее похожий анализ был получен в работе 10 соавторами, которые использовали одномерные методы анализа. И они интерпретировали его так, что поскольку орбитофронтальная кора участвует в механизмах вознаграждения, ее активация в условиях кооперации говорит о том, что этот вид социальных взаимодействий является социально желательным. Анализ репрезентативного сходства, выполненный с использованием прожекторного метода, выявил лишь отрицательные корреляции с матрицей непохожести, рассчитанные по показателям завершенности фигуры к концу игры. Эти корреляции были достоверными в правой серединной лобной извилии и в медиальной префронтальной коре. Первая участвует в регуляции целенаправленного поведения, а вторая в регуляции разных видов социальных взаимодействий. То, что корреляции были отрицательны, говорит о том, что для успешности выполнения задания, паттерны нервной активности в этих структурах должны быть специфичными для каждого вида игры. А теперь из представленных, очень бегло представленных результатов наших исследований, я бы хотел сделать некоторые выводы. И эти выводы в значительной степени совпадают с теми выводами, которые можно сделать из анализа литературы. Во-первых, очевидно, что по сравнению с одномерными методами, мап выявляет гораздо больше областей, широко распределенных по разным областям коры. Второй вывод – это то, что наиболее информативные по результатам мап области в значительной степени перекрываются с наиболее функционально релевантными центрами, выявленными в работах с использованием одномерного анализа. Этот последний вывод внушает некоторый оптимизм в отношении надежности данных, накопленных к настоящему времени с помощью одномерных методов. И позволяет предположить, что хотя узкофункциональный подход к изучению мозга себя не оправдывает, более широкий взгляд на функциональную организацию мозга может оказаться вполне правомерным. В заключение хочу кратко остановиться на недостатках мап. Как я уже говорил, главная идея этого подхода состоит в том, что доступное нам интроспективное содержание ментальных состояний процессов закодировано в пространственном паттерне активности мозга. Для расшифровки кода необходимо получить соответствующее каждому ментальному состоянию паттерн активности мозга. И классификация изучения этих паттернов в принципе могли бы привести, условно говоря, к расшифровке этого кода. Однако анатомическую информацию, получаемую с помощью методов классификации, нужно интерпретировать с осторожностью. Во-первых, использование разных классификаторов на одних и тех же данных может давать разные результаты. Во-вторых, нет понимания, почему классификатор выбирает те или иные области для достижения максимальной точности предсказания. Показано, например, что он может выбирать в качестве информативной ту область мозга, которая не участвует в исследуемых процессах, однако генерирует артефакт, их маскирующий. При использовании прожекторного метода мы имеем распределение точности предсказаний, которые ничего не говорят о том, в каком из двух классифицированных процессов каждая область участвует. В целом, нужно помнить, что целью классификатора является достижение максимальной точности предсказаний, а не выявление характерного для каждого состояния пространственного паттерна активности. Даже если представить себе идеальную ситуацию, что, например, при классификации изображений кошек и собак паттерн нейронной активности, выявляемый, стопроцентно воспроизводится как при использовании разных классификаторов, так и в разных частях экспериментального материала, так и в разных выборках испытуемых, даже в этом идеальном случае это будет говорить лишь о том, что этот паттерн информативен для разделения изображений кошек и собак. Он наверняка будет другим, если целью классификации будет, например, разделение изображений кошек и, скажем, бегемотов. Другими словами, методы классификации не позволяют напрямую связать выявляемость их помощи паттерна активности мозга с содержанием соответствующих когнитивных состояний. Это ограничение я постараюсь обойти в методе анализа репрезентативной схожести. Однако этот метод также не позволяет напрямую связать определенные паттерны активности с определенными состояниями, а лишь позволяет выявить области, в которых соотношение паттернов напоминает соотношение соответствующих состояний. Другой недостаток этого метода в том, что он ограничивает поиск априорно заданной областью одинаковых для всех состояний. Хотя у нас нет основания ожидать, что каждое из этих состояний кодируется в одной и той же области мозга. Таким образом, можно заключить, что существующие на сегодняшний день методы МАП не позволяют надежно выявлять паттерны активности мозга, соответствующие каждому когнитивному процессу. И таким образом, не позволяют в ближайшей перспективе решить проблему расшифровки кода. А тем не менее, они по сравнению с традиционными методами позволяют узнать много нового характера соотношения между активностью мозга и содержанием ментальных процессов. Благодарю за внимание. У нас есть минуты три. Коллеги, так что, если есть вопросы, я вижу, да? Ну, в общем, если есть вопросы, то, пожалуйста. Кто-то рукой махал, я решила, что это вопрос. А это просто так было. Да, пожалуйста. Спасибо большое. У меня вопрос такой. В процессе эволюции произошло беспрецедентное влечение неокортекса у человека. И мне интересна мысль о том, что это не мутация. Эти изменения связаны с социализацией. Но мне не очень понятно, ну, наверное, не только мне, каким же это образом закрепляется на генетическом уровне. Ведь это социальное преобразование, оно индивидуально каждый раз? Здесь последнее что? Социальное преобразование? Почему плохо стоишь? Индивидуально. Но каждый человек приобретает свой социальный опыт, который трансформирует его интеллектуальные возможности. Но если говорить об эволюции, каким образом это закрепляется для передачи данных на генетическом уровне? Ну, видите, эти вопросы, связанные с эволюцией, вообще глубоко уходят в философию своими корнями. И у нас эволюционная теория, там, неодорвинизм сейчас она называется, да, уже настолько стала догмой, что она фактически перестала быть научной теорией. Это как бы вот то, что дано, оно во все учебники вошло, и все остальное, это, так сказать, это мистика, это не наука, это лженаука и так далее, и так далее. Но, на самом деле, я не специалист, конечно, в теории эволюции, я совершенно другими вещами занимаюсь, но кое-что я читал из этой области. Насколько я понимаю, сейчас очень много сомнений в основных догматах вообще вот этого неодорвинизма. И даже специалисты, которые считают себя неодорвинистами, они очень сильно сомневаются в некоторых аспектах этой теории. Поэтому вот так вот просто ответить на вопросы, как это вообще происходило. Мне кажется, самое главное, вот для ученых, не забывать, что это все-таки научная теория, которая допускает, должна допускать возможность фальсификации. То есть всегда она должна допускать возможность опровержения или каких-то данных, которые с ней не согласуются. Вот, к сожалению, теория эволюции, вот, к сожалению, сейчас в таком качестве не рассматривается. Поэтому ее иногда трудно считать вообще научной теорией. У меня свое особое мнение по поводу, так сказать, разных. Но это мнение не специалистов. А специалисты в этой сфере тоже, так сказать, сейчас изо всех сил стараются ее как-то там немножечко выровнять, преобразовать, так сказать, некоторые вещи. Например, возникновение первого живого существа, которое дальше уже могло эволюционировать по теории Дарвина. Но возникать оно не должно было по теории Дарвина. Как оно возникло? Вот этот вопрос до сих пор в области спекуляции находится. Поэтому, к сожалению, не так легко ответить на эти вопросы. Спасибо большое. А можно я позже служебным положением вопрос задам? Вы видите вектор в эволюции? Вектор есть? Да, да, да. Я, лично я. Я вижу вектор. Хотя по теории Дарвина и неодарвинизма никакого вектора быть не должно. То есть вот чистая теория Дарвина в чем состоит? Так что все изменения, они случайны. Все по неодарвинизму, все мутации, они случайны. А почему, можете сказать? Что почему? Вектор. Почему есть? На основании чего вы думаете, что есть вектор? Ну, понимаете, признание вектора в эволюции, так сказать, живых систем, и, скажем, даже если его более широко рассматривать в эволюции, там, не знаю, Вселенной, ну, в общем, не укладывается в рамки ортодоксально-материалистической векторки. Поэтому, так сказать, для того, чтобы считать, что есть какой-то вектор, нужно выходить за вот эти вот жесткие рамки и искать какие-то, так сказать, вещи. Ну, это сфера философии, которая, в общем, уже выходит за пределы науки, естественно. Спасибо. Есть еще у вас вопросы? Это последнее, конечно, потому что мы должны заканчивать. А скажите, пожалуйста, такой вопрос. Какие наиболее перспективные подходы с точки зрения алгоритмического, наверное, применения алгоритмов к существующим измерительным методам? Ну, вы видите, какие наиболее перспективные алгоритмы или теории в существующем разрезе измерительных методов, которые мы на текущий момент используем в нейронауке? Спасибо. Вы имеете в виду метод анализа паттернов? Вот это вот, да? Да. Ну, там большое разнообразие методов существует. Я, конечно, не специалист именно в сфере математической подоплеки, поэтому я вот так вот со знанием дела не могу сказать. Наиболее популярны, как я говорю, это вот линейные классификаторы. Почему-то специалисты предостерегают использование нелинейных классификаторов, типа там нейронных сетей и разной сложности. Хотя они иногда очень достигают высокой точности классификации, но методы, которыми они этого достигают, как правило, для исследователей темны. За счет чего они достигают этой высокой степени классификации? В симуляциях, в симуляционных исследованиях показано, например, что часто они используют такую информацию, которая, в общем, не имеет отношения к работе мозга, на самом деле, а связана с генерацией каких-то артефактов, например. И можно ошибочно принять вот эту информацию за что-то такое осмысленное, использовать ее для интерпретации этих данных, а это может оказаться ошибочно. Спасибо большое. У нас, к сожалению, мы должны заканчивать, потому что перерыв и потом... Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Все? Все? Продолжение следует...